Говорить с детьми о Великой Отечественной войне можно и нужно, считают организаторы выставки «Сохраняя память». Она разместилась в двух залах детской картины-галереи. Так представляют Великую Отечественную войну ученики детской школы искусств. На занятиях преподаватели рассказывают ученикам исторические факты, показывают фильмы. Реакция порой настолько глубокая. И когда даже берешь клипы на тему военных песен, то просто даже кто-то и плачет, и находится в таком состоянии глубокого эмоционального впечатления, что просто даже поражает, насколько дети глубоко чувствуют эту тему. Во втором зале разместились исторические фотографии. Чтобы спасти шедевры, работники Эрмитажа вынимали полотна из рам, которые оставались на стенах музея. Грузили в специальные вагоны, которые вывозили картины в Сибирь и на Урал. В июле 1941 года таким образом из Эрмитажа было вывезено более миллиона экспонатов. Нам показалось важным вместе с детскими работами сделать исторический зал, который расскажет действительно о блокадном Ленинграде. Но обычно мы рассказываем о трудностях людей, об их бытовой жизни. А нам показалось очень важным рассказать о спасении культурных ценностей в блокадном Ленинграде. Выставка «Сохраняя память» проходит в рамках межрегионального проекта «Новое детское передвижничество», организованного Агентством социокультурных технологий. О чем это говорит? Что детское творчество, оно не должно замыкаться в пределах только своей школы. Дети – это волонтеры культуры. Детское творчество – это тоже волонтерское искусство. И поэтому они представляют свои работы, должны представлять на разных площадках. И этому способствует как раз организатор и детской картинной галереи, и Агентство социокультурных технологий. Увидеть выставку можно до 26 мая. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.